Добрый день! В эфире православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Архиепископ Якутский Еленский Роман совершил божественную литургию в старейшей обители Якутии. Читаем Евангелие вместе. Новый проект Якутской епархии. Преподобный исповедник Владимир родился в 1872 году. В 1898 году поступил в пустынь Святого Параклита. Затем перешел в Смоленскую Зосимову пустынь и был пострижен в монашество с именем Владимир. В 1923 году иеромонах Владимир был возведен в сан игумен. В этом же году пустынь была безбожниками закрыта и преобразована в сельскохозяйственную артерию. В 1931 году был арестован и приговорен к пяти годам ссылки. Игумен Владимир скончался в ссылке в Казахстане 3 марта 1933 года и был погребен в безвестной могиле. Архиепископ Якутский Еленский Роман совершил божественную литургию в старейшие обители восстановленной Якутской епархии в Покровском женском монастыре. Здесь, в этом святом месте, на море, уже можно сказать, в древнем монастыре города Якутска молитва не прекращается никогда. И перед началом Великого Поста мы совершили это паломничество к ним, службу сию, чтобы вместе с ними еще и еще раз утвердить наше духовное единство, чтобы вместе с ними подготовиться к наступлению Великого Поста и попросить молитв судовых ваших Матушковых Иерархи и Сестерах Ваших. По завершении литургии была совершена заупокойная лития. Владыка Роман напомнил верующим важную дату в жизни Русской Православной Церкви – 90-летие со дня рождения преснопамятного Патриарха Московского Исия Руси Алексия II, ставшего первым предстоятелем Русской Церкви после периода гонений. Преснопамятного Святейшего Патриарха Алексия и все здесь, с детьми и нами пожинают, в сиренях святых сирий с правильной плече, а нас помилует, я буду обе человеку любви. Имя Святейшего Патриарха Алексия особенно значимо для якутской епархии. Именно его решением она была восстановлена 26 лет назад. Возрождение церковной жизни в Якутии началось с места сегодняшнего богослужения. В советские годы здесь находился молитвенный дом, затем храм святителя Николая, один из двух действующих на территории Якутии. После возрождения епархии при нем начал основываться женский монастырь. Игумен не архиелая с первых дней настоятельница обители. Говорит о том, что в монастырь человека приводит сам Господь. Это призвание. Не у всех это есть призвание. Человек тянется. А так просто прийти в монастырь будет тяжело жить. Тут надо послушание жить. Сегодня монастырь живет, как все монашеские обители. Молитва и послушание. Насельницы монастыря разные люди. У каждой свое послушание. У нас здесь населения, может быть, не очень много, но это все люди, избранные Богом. Такой монашеский путь. В монастыре послушания очень много, всяких разных. Основное, может быть, я считаю, что это у меня клиросное послушание. Ну и кроме этого, просфорная, воскресная школа, что-то помогаю по кухне, занимаюсь облачениями и алтарными, и священническими облачениями. Сегодня обитель является центром притяжения не только для жаждующих монашеской жизни, но и для тех, кто ищет утешения или духовного наставления. Основная работа монастыря, если так можно назвать, это молитва. Вот под чутким руководством духовным Матушки Архилая, настоятельница, с другими, все острые обители непрестанно молятся о жителях нашего города, всей нашей республики. Это, собственно, основная задача монастыря молиться. Матушка Архилая очень уважаема в городе и часто к ней обращаются за советом, за духовным. Это достаточно редкое явление, когда за советом обращаются монахини, к женщине. Чаще всего люди идут к священнику. Само по себе это уже говорит о том, что молитва Матушки очень сильна. Сестры несут самые разные послушания. Кто-то сидит в лавке, кто-то поет, кто-то выполняет текущие бытовые работы. Но, опять же, в центре всего молитва. Рано утром начинаются молитвные правила. Около половины шестого-шестью утра вечером тоже читаются правила. Женский Покровский монастырь – любимый обитель города Якутска. В 90-е годы, когда возрождалась церковь Якутии, тысячи горожан именно здесь приняли крещение и считают его своим родным храмом. С годами обитель стала центром паломничества верующих Якутии. Раньше своего храма не было, мы ездили сюда, потому что я здесь и крестился, и крещение принимал, и венчалить с женой. Ну, это наш храм. Здесь как дома. После литургии, после причастия чувствую себя вообще по-другому с Господом. Сегодня монастырь расстроился, появилась надвратная колокольня и игуменский корпус. Работает воскресная школа для девочек. Насельницы несут послушание в храмах Якутска, в детских домах, и везде их ждут и любят. Новости Якутской епархии в режиме онлайн. Архиепископ Якутский Ленский Роман принял в своем рабочем кабинете недавно назначенного настоятеля армянского храма Ирия Сиона Эрапяна. В рамках рабочего визита в Алданский район глава республики Айсен Николаев посетил центральный храм Алданского благочиния. Высокого гостя встречал благочинный Алданского округа настоятель храма Ираман Ахмакарий. правякутия.ру – официальный сайт Якутской епархии. КОНЕЦ Я Игнатенко Сергей, генеральный директор акционированного общества «Аэропорт Якутск». Вера для меня имеет большое значение. Именно поэтому я по общественному долгу и доброй воле с благословением владыки Романа также являюсь заместителем председателя Якутского регионального отделения императорского православного палестинского общества. Мы занимаемся благотворительностью, просветительской деятельностью, реконструкцией и строительством храмов и святынь. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедших из Иерусалима. И увидев некоторые из учеников его, евшие хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись». Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Иосая, как написано, «Люди сиючтут меня устами, сердце же далеко отстоит от меня». Субтитры создавал DimaTorzok